апнеа club горький представляет привет друзья с вами команда апнеа горький и сегодня мы постараемся максимально подробно и красочно рассказать и описать процесс подготовления и собственно говоря процесс самой подлёдной нырялки как вы видите на улице зима вода стала твердой но нас фридайверов это как вы знаете не страшит мы очень любим подлёдную нырялку очень любим погружаться подлёд и сегодняшнее видео будет целиком про это итак друзья вы собрались на подлёдную нырялку что же нужно знать первое как одеться самое главное при подлёдке это правильно одеться первое что вам нужно но одеться тепло по погоде борозы могут быть разные до рекомендуем одеть термобелье второй слой одежды желательно непродуваемый и обязательно вам необходимы неопреновые или резиновые сапоги с овчиной очень теплые посмотрите как у меня рекламы не является это нужно для того чтобы когда вы начнете пилить лёд скорее всего большинстве случаев хлынет вода и ваша обычная обувь ваши модные кроссовочки могут промокнуть поэтому сапоги первое дело второе что нужно иметь с собой в запас это перчатки теплые перчатки причем запасные теплые перчатки потому что когда вы будете пилить лёд на 99 процентов ваши первые теплые перчатки промокнут поэтому всегда имейте пару вторых теплых перчаток несмотря на свою суровость мы все равно любим комфорт и теплоту поэтому мы ставим бани и теплые палатки пойдемте поближе я вам покажу процесс процесс идет полным ходом вот так вот это выглядит изнутри у у нас сегодня мощнейшая мощнейшая печь процесс сборки процесс сборки идет миша ставит трубы народу много поэтому у нас сегодня большая баня и большая теплая труба большая труба здесь здесь мы организуем теплую теплую переодевалку чтобы вещи наши верхняя одежда оставала сухой теплый и пока ребята монтируют баня пойдемте уже на лед смотреть самое интересное еще один лайфхак запаситесь лопатой скорее всего вам придется много копать а вот собственно говоря друзья тот момент для которого вам полиуретановые сапоги понадобятся да на льду бывает довольно часто такие явления воду выпирает и здесь уже ваши кроссовки не помогут вот приходится пилить пилить майны стоя по колено в воде иногда такого не бывает иногда такого бывает первое с чего начать непосредственно работу на льду это расчистки лопатой место предполагаемые вашей нырялки и разведкой глубины поскольку озеро наши домашние глубина нам все известно поэтому разведку глубины мы уже пропустили и как вы видите ребята отлично поработали лопатами и так друзья после расчистки лопатой предполагаемое место нырялки берем ледобуры сначала по периметру майны мы делаем разметку ледобуром и дальше мы в шахматном порядке насверливаем отверстий чтобы это боль нужно можно было потом удобно выпиливать и удобно вытаскивать лед или его проталкивать идеально идеально для пиления льда подходит вот такая вот финская ледовая пила прекрасное изобретение лед пилит как по маслу за свою практику под ледного ныряния мы пробовали пилить и бензопилой и обычными пилопилами долбили пешней ломами ну вот это на самом деле максимально удобно максимально компактно определенно рекомендуем найти это финская ледовая пила можно забить в интернете финской ледовая пила очень много роликов на эту тему очень много магазинов но остерегайтесь подделок потому что вот эта пила на самом деле оригинальная и служит нам уже добрых 5-6 лет и не точится не тупится один раз только мы ее топили но это мы ее потом достали все замечательно финские буквы льдины проталкиваются заталкиваются под лед или вытаскивается наружу если лед не очень толстый и выпиленная льдина получается в принципе не тяжелый то ее можно вытащить но толстый лед наверное удобнее заталкивать потому что даже небольшой кубик льда выпиленной весит очень много но тут как бы дело дело любители если много народу надо чем-то народ чем-то народ занять в принципе можно устроить национальный забаву вытаскивание льда хотя и то и то приемлемо вот майна готова идем дальше в качестве в качестве опоры для нашего троса мы используем такую складную четырехколенную лестницу которая очень удобно раскладывается сейчас мы вам покажем как располагается над майной и к ней крепим трос вот соответственно мы понимаем размеры ширина нашей майны не должна превышать ширину нашей разводной лестнице вот так любом ну начинаем начинаем размечать а для чего делать эти дырки это отверстия для того чтобы мы знали контуры нашей будущей майны и чтобы пила чтобы пила при пилении у нас не гуляла а пилила ровно от лунки к лунки принцип пиления достаточно простой прыгаем вверх-вниз под углом лед режет просто замечательно конечно каких-то гигантских спросей вы здесь не увидите но четко полномерно профил за профилом лед поддается чем лучше пилить такой пилой по сравнению с бензопилой бензопилы по-первых от бензопилы очень много брызг очень много вот этой снежной каши идет и пилящий просто весь сырой и в снегу это первый минус бензопилы второй минус бензопилы это масло масляная пленка бензиновая пленка остающаяся на поверхности майна приходится нырять в нефтепродуктах но мы за экологию ледовые квадратики должны у вас получиться не слишком маленькие иначе продуктивность вашего пиления будет низкой но не слишком большие потому что большие квадратики очень тяжело или вытаскивать или проталкивать и заталкивать подлёд имейте это ввиду ну примерно какой размер должен быть ну примерно 50 на 50 мне кажется оптимально ну с рулеткой конечно их не надо вымерять здесь все делается конечно на глаз ну должно быть вам удобно должно быть вам комфортно подлёдная нырялка будет организована следующим образом что мы ныряем не только в глубину для этого нужна вот эта основная большая майна которую ребята сейчас выпиливают но и так же будем осуществлять планыр в дыму подо льдом для этого мы видим крайнюю майну и промежуточную майну техническую если кто-то вдруг захочет пораньше всплыть не рассчитает свои силы или просто испугается от основной майны крайне будет натянут кросс все ныряние у нас исключительно будет по трассам мы будем обязательно пристёгнуты ланьярдами очень важна система партнёрства разобьемся на пары каждый будет смотреть за каждым предельная внимательность предельная осторожность обеспечит вам комфортно и безопасно друзья никто вас не ограничивает форме при выборе майна бывает форм майна треугольная бывает квадратные виде елочек сердечек поскольку нас народу много мы сегодня пилим большую прямоугольную майну всем хватит места все все разместятся на краю этой гостеприимной льдины когда делаешь не очень большую майну при большом количестве народов то нырялка достаточно стесненных обстоятельствах сталкиваешься ластами задеваясь друг другу при нырке очень много брызг ненужных маленькой майна имеет смысл но когда ныряете вдвоем втроем до народу много мы пила хорошая мы можем майна выпилить любого размера чё давай кость попилю толкаем все проводили небольшой лайфхак чтобы было льдину удобнее заталкивать под лед середине нужно немножечко надбурить чтобы потом буром она шла как по маслу и не соскальзывала не лишним будет а точнее даже очень пригодится горячий чай в термосе на льду хотя при пилении майны замерзнуть вряд ли получится но чай точно лишним не будет вот это я понимаю под ледочка и вот друзья как мы видим майна готова пропилена идеально ровные прямые края лестница установлена над нашим тросом стационарном который мы заблаговременно позаботились установили еще летом теперь нужно немножко укрепить укрепить лестницу чтобы никуда она не шаталась не каталась и после этого уже можно идти переодеваться надевать костюмы готовится к нырялке итак друзья в этом видео мы постарались с вами поделиться максимальными своими наработками лайфхаками опытом своим который мы собрали и подытожили за несколько лет под ледной нашей нырялки надеюсь лед на озерах теперь вас не будет пугать и вы смело возьметесь за пилу смело будете организовывать подлетки но не забывайте о страховках не забывайте о ланьярдах не забывайте о партнерах и никогда не ныряйте в одиночку особенно под лед с вами была команда апнея горький ныряйте с нами ныряйте не только летом но и ныряйте зимой не бойтесь льда это даже еще больше увлекательнее увидимся подо льдом так Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...